Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Я думаю, я не сказал, новость для вас, и продвинуться довольно серьезно, потому что мы провели несколько, скажем, таких, ну, не один, не два эксперимента, мы больше работали с Саратов, в Самарах, в тех краях работали с мелкими хозяйствами, больше, ну, как бы проще, похоже. И мы поняли, что, в основном, вся проблема, и выражая, особенно по выходу, она идет в том, что зерно травмируется, здесь вот показано, у нас наша машина, допустим, у нас стоит, и она, в общем, картину показывает, и более того, и зерно травмируется везде, почему, потому что везде оно бьется от металла, оно не видно, оно, конечно, потом, может быть, химия покрывает эти вещи, я уже не говорю о том, что она сбивается, это отдельная тема. И после того, когда мы начинаем, допустим, в хозяйстве начинаем где-то делать, получается, зерно вывести, ну, как, отбор семян вывести, примерно, с той же тысячи тонн, зерно бывает покалечено и побито очень сильно. И после этого мы, естественно, начали создавать машины, которые не травмируют зерно. Ну, опять же, по очистке зерна, допустим, есть много сейчас машин, воздушно решенные, они свою работу по очистке выполняют, там, в разной степени, хорошо и плохо, они есть. Но машины, которые позволяют делать отбор зерна, я имею в виду простые, они доступные, если имеют дешевые, российские, на рынке их очень-очень мало. Потому что иногда доходит до того, что такого абсурда, что ты еще получить семена, семена загружаются, допустим, тем речень, о чем мы говорили, машина очистительная, машина сделает, почистила, опять черешник выпустила, зерно опять поведет. И зачем чистили эту пульму, потому что брали все равно оно как семена не получается. Потому что, я думаю, не открою секрет, что и шнек, и та же, например, скоростная нория зерно бьют в среднем, наверное, от 10 до 30 процентов, в зависимости от скоростной нории скоростной. Потому что, вы представьте, даже скоростной нории, она влетает, это зерно с скоростью примерно 2 метра в секунду. Ну, какой удар получает, ромировали, дали все это с массовой коршивой. То же самое и с шнеком, который вращается, там более-менее качественно новые шнеки, там сейчас делают полированные вещи, там 10-8 процентов все равно они его убивают. И мы пошли по тому пути, что мы отказались от тех, от других, и в пользу того, чтобы уменьшить скорость прохождения зерна, вот цикл наш, вот этот поочистки и медвузки, до скорости падения, естественно, зерна. Это уже научные данные, я сейчас, как раз, заканчиваю диссертацию, уже с меня опишу, что вот падение зерна, которое сделано, природа сделана, с какой-то скоростью она не разбивается, не бьется. То есть, это ее естественное падение, это природа созданных, как создал. И поэтому здесь мы пришли к поводу, что вот этап очистки, я еще раз повторяю, вот получение отбора зерна, я не имею в виду первичной очистки, я не имею в виду еще какие-то там вещи, вот здесь, в этой части. Зерно не должно превышать, ну, по крайней мере, ну, на какой-то большой период скорость прилетели. Вот, допустим, вот здесь, вот вы видели, в начале машина работает, и видно, как зерно летит. То есть, оно визуализируется, оно показывается, и, во-первых, это контролируется, это видно, во-вторых, скорость снижена в пределах от 0,4 до 0,8 метров в секунду. Зерно пьется начинает, по опыту показывает, где-то, ну, разное, там, ровно по-разному, пьется по-разному, от 0,6 до метра, метра два. Она уже начинает, уже вот у нее начинают проблемы, на столе. То есть, это уже как семя, оно уже болеет, и обработка не может быть, поможет, может быть, нет. Но, когда оно идет еще раз по естественному пути, оно травмировано, уменьшается практически до нуля. Это не просто слова, мы пробовали. То есть, мы зерно, когда мы берем, берется тихоходной нолей, она уже работает скоростью в среднем 0,8, 0,6, если это регулируется, она аккуратно берет это зерно, она ее аккуратно сбрасывает. Машина все это проводит с уровнем, со скоростью до того момента, когда она начинает травмироваться. Один из таких показателей, допустим, машин, чтобы увидеть, вот мы понимали, где зерно бьет за момент, это циклон. Значит, он такой циклон. Он только начинает работать от 14 метров в циклон. Если зерночистительная машина подключена напрямую к циклону, ну, представляете, какая скорость в этой зерночистительной машине. Соответственно, у нас, конечно, трудности с подключением, мы там делаем специальные переходники, разрывы, чтобы сбалансировать воздух, не нарушить машину. Но, тем не менее, этот процесс контролируется и контролируется очень, скажем так, серьезно и на всем основании от запуска зерна, скажем, машину и до получения. То есть даже выгрузка из машин тоже идут тихоходы, нори, изообразные сейчас новые идут, там, гавроленты. Но везде резина, везде малые-малые скорости и везде скорость падения, не больше, естественно, падения. И по-другому оно никак не уходит. Потому что, какие бы машины мы сейчас на рынке смотрели, еще раз говорю, что есть много машинок. И, к сожалению, вот этот вот этап, как исследование показывает многих, и как в мелких, скажем, из хозяйств, и как в крупных. Вот, когда вот идет логистка получить зерно быстро посеять, тогда хорошо там деньги, может быть травмирование, оно перекрывает. Но когда идет этап получения зерновых, зачастую, и это очень часто, я скажу, что многие покупают машины, которые, ну, не предназначены для, допустим, получения тех же семян. Они предназначены первичной очистки. Например, там, новые, если еще какие-то машины. Да, они хорошие, да, у них воздух, да, у них сито. Но это все по чуть-чуть, оно не дает профессиональный выход. Мы пошли к тому выводу, что мы на каждом этапе создали именно профессиональную работу. Воздух, так он работает чисто. Зерна, самое сито, значит, работает чисто. У нас есть вибромашины, где мы применяем круглые, квадратные, самые плетеные сито. Это во много раз уменьшает травмирование, произведение зерна падает, но зато на выходе получается 98% зерна, которые не травмированы. Соответственно, это семена, соответственно, это отходы, это деньги, все это выливается. Я сейчас не готов все это техническое сказать, но если кого-то интересует, я готов приехать на предприятие, показать презентацию. Вы можете взять зерну, приехать, и нам нужно запустить, проверить, помашить еще по всем делам. Но эта машина работает. То есть мы готовы поставить семенную линию, мы готовы поставить ее автоматизировать, притом подкрыть, как сейчас говорилось, что подъезжали в замок. Это полно автоматически человеческий ресурс исключается. Потому что человеческий ресурс, здесь упрощенная машина была показана, вот это первый вариант. Сейчас мы делаем под заказом полностью на телевизоре, потому что вы можете на своих планшетах отслеживать работу с замок, где угодно, можно подключиться. Примерно это наша программа, сколько вы выбрали зерно, то есть семян из общего объема и так далее, и так далее. Все это возможно контролировать, и мы сегодня вам готовы это предоставить для вас и сделать. Поэтому, если есть интерес, я готов и приехать, чтобы дать презентацию и все это разложить. Производительность, как и у вас? Производительность – хороший вопрос. Машину мы делаем, самая большая производительность – 20 тонн. Объясню почему. Потому что мы делали много машин, 50 тонн, 100 тонн, они не работают. Они реально не работают. Чем больше машина, тем она просто так, скажем так, для самого. Поэтому, что мы сделаем? Мы берем, надо, к примеру, в ряде 100 тонн. Мы берем 5 машин складываем, соединяем под единицу, кассетный тип. Они работают как одна. Не надо бегать заодно. Один пульт, одно хранение, то есть одно управление. Но они работают, каждая вот именно в той части калибровки, настройки, какие они сделаны. Они притом, они просматриваются насквозь. И все. Вот они работают в кассетном типе, в самом варианте. Так же, как и вибро, так же, как и другие честные машины. Поэтому, вариант до 100 тонн мы сегодня готовы продолжить. Случай, пока еще слишком получается. Но это качественный сигнал. Еще вопросы? Сна вопроса сегодня под ключ в 100 тонн. Ой, я 100 тонн еще не вам не скажу. Вот, приятный. Ну, знаете, у меня вопрос вводит, какой вам сигнал? Кто-то говорит, что мне идеально, кто-то говорит, мне прогнали, мне достаточно. Это все, это все называют ценник плюс, автоматическая, ручная. Это и то, что там много вопросов. За 20 тонн. 20 тонн, если за 20 тонн, то это от 2 до 3,5 миллионов. Опять же, есть нужно обратное, нужно прямое чистое. Нужна осемякалибровка по весу по размеру, какая точность. Это 4-х ситовая машина, 2. Это все обсуждается конкретно, вот скажем, под ваш заказ. Я хочу вот это. И мы вам предлагаем под это решение вопросов. В разных вариантах. Мы в Азове, да? Мы в Азове находимся, да. Почему вас не слышали? Мы 4 года были, я бы еще раз говорил, в десердане. Мы начали торговать машинам с января месяц. Продали штук 30-40. Я вам скажу, что нет опыта, к нам претензий нет. Есть некоторые, могу даже телефон дать, кто посмотрели, есть цириней, есть ремонт. Ну, много же сейчас есть машин, работает хорошо. Они вам просто обходят стекло, а системы, а решетка. Я хочу спросить, вы используете еще дальше технологию Хадеева? Она похожа на Хадеева, это в частности, вот, как его, стекло для Нори. Но у нас она чуть-чуть другая. Она похожа, да. Она очень похожа. То есть у нас даже кромки ковшей, они все объединены. И Нори, она работает вкупе с нашей машиной на автомате за несколько дней. Вы в шоке на ней работаете? Да, да. Свостоветесь. Вы полностью оставите. Спасибо. Тема, тема очень востребована, особенно для тех, кто сейчас снижает нормы высева. И стремится оптимизировать затраты по семенам. И знаете, еще у нас готовится, может быть, вам будет не есть, а вот в выпуску, либо седьмой, либо седьмой, машинная подготовка семян. То есть мы хотим полный цикл сделать. Почему мы не готовы сделать полный цикл? Одно из последних, это селка, которая будет сеять, шахматные порядки, любой, если только кукурузу крупные, но и семь, что же, и пшеницу. И до этого будет предпочтена подготовка зерна, если в общем сказать так, что зерно предпосевом буквально наполняется влагой до 23-22%. Оно обеззараживается, оно выявит там и все эти лучи. Потом она покрывается специальным составом, ну, по принципу воска. И вот это зерно сеется в землю. Пока земля сухая, то самое зерно не отдает влагу, а то лежит наполнение. Она и не гниет, потому что процент не дает это самое, и вот зерно портится. После того, как появляется дождь, зерно прорастает, если, значит, после этого опять нету, стебель вырастает примерно на 22 сантиметра. На 23 ему хватает вырасти. Это мы считаем при условии посева на 5 сантиметров почвы. Вот это же технология, вот у нас, которая готовится сейчас к выпуску. То есть мы будем делать как полный цикл, а то только селям не положить здесь. Спасибо, Юрий Иванович. Спасибо.